Друзья, всем огромный привет! Вы на канале ArtFotoLife, меня зовут Сержио. В соцсетях меня можно найти по никнейму Corsair. И сегодня мы с вами научимся добавлять атмосферу на нашу фотографию. Атмосфера, как вы знаете, это воздух, ну а еще это настроение в кадре. И поэтому я всегда говорил и сегодня повторю о том, что обработка в Lightroom или в Camera Raw это всего лишь начальная обработка, базовая, фундаментальная, которая позволяет нам изменить цветокоррекцию, сделать тонировку. Но всегда чего-то не хватает, хочется улучшений. И, конечно же, нам здесь на помощь приходит Photoshop и такой замечательный плагин Ник Коллекшн. Если вы подписаны на мой канал, то у вас установлены Photoshop и Ник Коллекшн, и вы знаете, как все это делать. Если вы случайно или по поиску забрели на мой канал, то для вас необходимые ссылки будут в описании к этому видео. И вы можете установить себе плагин Ник Коллекшн для того, чтобы добавлять атмосферу в нашу фотографию. И, друзья, метод, который мы с вами сегодня изучим, называется блеск софита. Как вы знаете, софиты это такие прожектора, которые освечивают театральную площадку, сцену. И несмотря на то, что этот эффект я буду применять в городской фотографии, не забывайте, что этот эффект можно наложить абсолютно на любой жанр. Будь то пейзаж, портрет, натюрморт, городская фотография, стрит, все что угодно. И да, друзья, не забудьте переходить в сообщество ВКонтакте. Там вас ждет бесплатный набор моих авторских пресетов Universal. Также мы там с вами можем делиться фотографиями, обсуждать какие-то новинки. Все, что интересно, все, что актуально. И этот набор вы можете получить, перейдя по ссылочке в топ-линк, нажав на кнопочку «Открыть» в группе ВКонтакте. И помимо доступа к набору пресетов, вы получите еще меню с разделами из необходимых уроков, которые повысят ваш скилл. Ну и так, болтовни, наверное, уже достаточно. Давайте мы приступим к обработке. Итак, нам понадобится Lightroom, Photoshop и плагин Ник Коллекшн. Поехали! Итак, друзья, мы с вами в Lightroom, и я открыл одну из своих любимых городских фотографий. Долго мы здесь обрабатывать не будем. На канале очень много уроков по обработке Lightroom. Я сразу применю свой пресет, потому что основная фишка пойдет у нас немного дальше. Итак, друзья, если мы посмотрим на гистограмму, мы увидим, что она у нас ушла немного влево. Это говорит о том, что фотография недосвеченная. Давайте мы сделаем ее немножко слегка посветлее. Вот, пожалуй, вот так. И теперь я применю свой пресет из набора Dark City. По-моему, очень даже неплохо. Я чуть-чуть убавлю контраст, делаю фотографию чуть-чуть повоздушнее. И теперь переходим в Photoshop, нажимаем Ctrl-E. Итак, друзья, наша фотография открылась в Photoshop. И первым делом, что мы делаем, это создаем дубликат слоя. Потому что с основным слоем в Photoshop работать нельзя. Он должен всегда сохраняться в первоначальном виде для того, чтобы можно было вернуться на любой шаг назад. И что-то переделать, если вам не понравилось. Итак, Ctrl-J. Появляется дубликат. И дальше, друзья, нам понадобится ник Collection. Итак, мы идем в фильтр. Выбираем ник Collection. И выбираем здесь ColorFX Pro. Пресеты, с которыми мы работаем, они находятся слева. И у меня здесь звездочками помечены мои любимые, с теми, с которыми я чаще всего работаю. А в правой панели находится инструмент, который позволяет корректировать эти пресеты. И если после открытия ник Collection у вас здесь открылся какой-то пресетик, давайте мы просто его закроем. И начнем фотографию с чистого листа. Ну, соответственно, после того, как мы применили пресет в Lightroom Classic. Нам понадобится здесь два пресета, два эффекта. С одним эффектом я более подробно ознакомливал вас в отдельном видео. Это называется эффект Ортона. И сегодня мы не будем подробно на нем останавливаться. Я сразу его применю. Находится этот эффект у нас в предустановке, которая называется классический мягкий фокус. Сразу здесь я перейду в метод диффузия. Выберу первый эффект, который поярче. Размытие на 0, интенсивность на 50, яркость на 0. Тени полностью введем влево. Светлые участки полностью введем влево. Именно такие настройки у вас должны стоять. И давайте мы посмотрим эффект до и после. До, после. Появляется легкое такое размытие. Это очень интересно. Но мы двигаемся дальше. Вот внизу здесь у вас под вашим пресетом. Классический мягкий фокус. Есть добавить фильтр. Кликаем на эту кнопочку. И теперь выбираем предмет нашего сегодня урока. Это называется блеск софита. Нажимаем блеск софита. И давайте посмотрим, как он работает. Вот давайте мы сияние вводим полностью вправо. И как вы видите, получается такой эффект. Как будто нарисовали картину маслом. И слегка, ну вот, размазали что ли. Получается такой достаточно интересный картинный художественный эффект. Конечно же, я применять на 100% этот эффект не буду. Я его применяю где-то в вилке примерно 25. Максимум 50. Сегодня я поставлю побольше на 50. Чтобы этот эффект был заметен. Дальше можно, конечно, поиграться насыщенностью. И теплотой сделать фотографию холоднее. Либо светлее. Я люблю такой вот баланс, когда фотография и не холодная, и не теплая. Она более такая черненькая, что ли. Все, друзья, эффект мы применили. Казалось бы, ничего такого здесь не произошло. Для того, чтобы посмотреть, как эффект наложился, можно вот здесь нажимать на галочку и смотреть без эффекта с эффектом. Без эффекта с эффектом. Вот такой достаточно интересный нам эффект дает блеск софита. Теперь мы дальше, друзья, с вами кликаем ОК. Итак, эффект применился. Давайте посмотрим без эффекта с эффектом. Без эффекта с эффектом. Для того, чтобы эффект смотрелся более естественно, я всегда его разбавляю с основной фотографией, которая у меня находится на нижнем слое. Для этого необходимо просто непрозрачность убавить. Ну, где-то на 70, на 75. Я обычно делаю так. И у меня получается достаточно мягкий эффект. Достаточно такой, не очень агрессивный, скажем так. Итак, друзья, мы с вами создали двойной эффект. Сделали наложение эффекта Ортона. И добавили к нему блеск софита. Оба эти эффекта дают легкую размытость. И вот эта легкая размытость, она любит усиление резкости. И таким образом наша фотография получается одновременно и размытая, и резкая. Что выглядит достаточно оригинально и интересно. И, как я уже говорил, такой эффект может применяться абсолютно к любому жанру. Хоть пейзаж, хоть портрет, хоть натюрморт и так далее. Что мы делаем с вами дальше? Давайте мы это в обязательном порядке, так как мы работали с непрозрачностью слоя, должны получившееся изображение сохранить на новый слой. Нажимаем сочетание клавиш. Альт, контрол, шифт, е. Дальше, друзья, мы с вами будем работать с резкостью. И для того, чтобы эффект резкости наиболее правильно и корректно лег на наше изображение, для начала нужно это изображение сделать именно таким размером, который мы дальше будем его размещать или смотреть на экране. Иначе, если мы возьмем изображение большого размера, применим к нему эффект резкости, после этого уменьшим при сохранении. Таким образом, мы с резкостью будем работать два раза, потому что при уменьшении размера также повышается резкость. Нам это не нужно. Поэтому сначала мы уменьшаем изображение и потом работаем с резкостью. Для этого мы идем в изображение, размер изображения. Я поставлю здесь по ширине 2К. Это размер монитора моего экрана 1440. Если у вас вот здесь активная стоит цепочка, то высота, другая сторона, соответственно, она по умолчанию смасштабируется под необходимый вам размер. Все, друзья, кликаем ОК. Фотография стала того размера, которого мне нужно. Я нажимаю Ctrl 0. У меня изображение раздвигается на весь экран. Дальше я иду в фильтр. Усиление резкости. Умная резкость. И для повышения резкости в настройках эффект я использую, как правило, вилку от 75 до 130 и радиус от 0.7 до 1. Уменьшение шума на 10%. И, друзья, все это индивидуально, поэтому смотрите сами на ваше изображение. Если вам резкости недостаточно, то повышайте эффект и делайте его более таким сильным, более резким. Давайте, чтобы вам было заметнее, я сделаю 110 и кликаю ОК. Мы теперь добавили резкость в наше изображение. А теперь, друзья, давайте мы сравним с вами, какое изображение было изначально до обработки в Lightroom, какое оно стало после применения пресета, и что в итоге мы получили, добавив эффект Ортона и блеск Софита при помощи плагина Ник Коллекшн. Вот такой вот достаточно интересный результат. А на этом, друзья, все. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Для меня это лучшая награда. Ну и подпишись для того, чтобы не пропускать полезные и интересные видео по обработке фотографий. Итак, с вами был Серджо. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч!